приветствую вас мои родные любимые христолюбчики все братья и сестры во христе и все люди на земле всем вам желаю всякого блага всякого счастья радости любви мира кротости смирения терпения в души ваши прежде всего конечно же сердца ваши в умы ваши ну а лучше в умное сердце ваше конечно же в дома ваши по всеми ваши во все сферы жизни вас чтобы все у вас было хорошо всем вам желаю прекрасного дня отличного настроения сегодня хотела такую тему затронуть вот как вы думаете почему убили иисуса христа вообще могло бы быть такое чтобы иисуса не убили конечно могло быть как это предотвратить можно было на меня вот накинулись за всю эту мою проповедь но я несу свой крест вы помните иисус сказал в нагорной проповеди прекрасные слова вам сказано не убивая я говорю даже не гневайся конечно тут я я постоянно на эти беды обращаю внимание обличая их укоряю ветхость новым сшили грязь с медом посмешали тьму со светом люблю библии назвали словом божиим тут порог на пороге грех на грехе стараюсь конечно сколько в моих силах показывать людям этой просвещать чтобы открывали сердца конечно действительно к богу к истине к любви как можно было сделать чтобы не убили иисуса в какой момент произошел этот переломный момент в истории человечества когда люди позволили себе такое а я вам скажу вот этот вот момент наступил тогда как вы думаете когда когда кто-то по повелению своего злого валящегося в ад сердце решил позволить себе и дать право на убийство когда это случилось никто не помнит я помню кто еще помнит это случилось как это называют после грехопадения вы знаете можем долго спорить о том что кто это сделал авель каин я вообще убежден что первую жертву принес адам дети это всегда следствие своих родителей про сам первый грех я много высказывался у меня на сердце лежит но я это и специально кто знает показывает апогрифами подтверждаю что скорее всего его я буду современным языком говорить переспала с сатаной изменила даму и пошло поехало поэтому кто там в том что адам решил вдруг заглаживать свою вину приносить богу жертву животных у меня нет никаких сомнений ибо дети это следствие своих родителей и у меня кстати никаких сомнений что в библии случае описаны того что каин принес богу в жертву от плодов земли а авель именно от стада овец меня нет никаких сомнений потому что именно авель был прообразом иисуса именно он был пастырем пастухом овец именно он должен был о них заботиться я как раз никогда в отличие от всех кто пытается ветхом завете в книгах ветхого завета оправдать всякое зло не посмотреть на то зло которое творили люди наши все наши праотцы потому что мы все дети одного человека мы все творения божия и так не делать мы почему-то назвали это святостью словом божьим благом и под повторяем изо дня в день те же самые грехи именно как раз в том что это сделал авель я и вижу корень греха и того что творится до сих пор до авель это сделал из побуждения вы знаете как очень есть очень правильная поговорка вы знаете что я когда мне тоже мне тысяч надо пословицами какими-то я говорю слушать есть пословицы действительно отображают истину а есть нет не всякая пословица хороша через призму истины если ее пропустить если она таковая да а если нет то это ложь вы знаете я в прошлых роликах сказал вам свое мнение по поводу фразы ты все что угодно ешь только человека не ешь это лживая извращенная пословица православия они почему-то считают что можно один день не убивать животных по средам и пятницам а в остальные дни можно отсюда из-за этой лжи у них ложь на ложью и ложью погоняет потом они придумали следующую ложь тут и да ты кого хочешь ешь только человека не ешь это путь в ад и есть как раз хорошая пословица что благими намерениями дорожка в ад выстлано как раз из-за благих намерений одни люди творили революцию и на костях одних черепах слезах и крови строили царство божье на земле будущим поколением много у кого из этого чего получилось ни у кого ничего хорошего кто изучал историю человечества не получилось такими благими намерениями на костях одних строить царство небесное для других никогда не получалось и не получится не получается сейчас потому что то же самое все продолжают делать во всех странах мира и никогда не получится в будущем царство божье это царство любви авель из благих побуждений он самое дорогое как говорят почему-то всегда пытаются ну по поводу ветхозит вы знаете все время так говорю вынуждены повторять до бесконечности авель хороший бог плохой значит бог пожелал эту овечку мы делаем почему-то причинно-следственные выводы абсолютно неправильно и пока мы будем делать игру вашей жизни ничего не поменяется и в жизни мира потому что вы не поменяетесь и тьма которая вас есть если никакого света не даст это не бог плохой принял овечку жертву от авеля а авель хороший принес самый дорогой уж нас есть это авель исчадий ада принес беззащитную овечку думая что богу она нужна нигде бог его не просил ни адаму нигде бог в раю не заповедовал ему убивать животных авелю sky нам бог не говорил вообще ничего ему приносить ему не надо сжигать даже произведение земли первый или последний нигде бог ветхом завете этого не просил люди сами бог дал человеку свободу чтобы он сам стал богом сам и когда человек сам становится сатаной идя не в ту сторону бог не вмешивается потому что дал ему свободу он создал камень который не может поднять он дал человеку свободу которую не нарушает то что бог из этого так скажем призрев на жертву авеля и и отвергнув жертву каину он лишь дал толчок следующему в жизни испытанию человеку зависти и они ее не прошли в частности каин вот и все нужно было же богу в жертву это беззащитное животное сожженное авелем нет конечно разве бог просил хоть одного человека убивать животное нет конечно разве он заповедовал то в раю нет на земле потом нет вы знаете все это просто происходит от того почему убили иисуса почему говорю потому что кто-то когда-то дал себе право и и вбил сам себе в голову лживое учение о том что богу нужна какая-то жертва и в том числе великое безумие было по чести подумать что богу нужна кровавая жертва вы можете оправдать сколько угодно библию ветхозаветных праведников это ложь богу нужно любящее сердце это оно нужно самому человеку тогда он будет счастлив и бог будет в нем и он в боге пребывающий в любви как вы думаете если бы жертвы не убивали животных смогли бы убить иисуса они же принесли жертву иисуса своему богу иисус так прямо и сказал вы дети дьявола почему он объяснил потому что ищите убить меня вы исполняете его похоти ибо он человек убийца от начала а где это сатана убил человека это каин убил авель и сатана да потому что человек и сатана творя зло становится одно суть одно два суть два вплоть едины кто разве разве кто-то давал бог давал право человеку убивать животные нет человек извратил слова господствует это мы же по-детски читаем библию году как будто человек слышал бога да вот будешь господствовать над всей землей это внутреннее чувство человека который прекрасно знает что он властелин земли он бы образ и подобие самого бога он бог и его дитё по сути но только пока образ станет ли он им по сущности это его личный выбор естественно господствует слово сначала заботиться беречь любить во что мы превратил человек это господство ха я имею власть значит я буду тиранить начни я пришел послужить а что послужили мне один не проповедник говорит что убивая животное он приносит жертву даже благую что он это животное в рай посылает я опупел если честно когда такое услышал что убивая это животное он еще благое дело делает я прослушала сел их вообще-то разводите для этой скотобойни доходит это такого безумия те кто распинали иисуса тоже думали что тема не служит богу мне этот проповедник говорит ну пусть это животное мне послужит хотя бы моему чреву я груз слушай иисус сказал что он пришел не для того чтобы ему служили а чтобы послужить причем это не добровольный выбор человека который решил вы знаете у нас многие готовы добровольно в рабство отдаться как это там монашки монахини там туфли целовать своим этим пресвитером это животное она не собирался служить своей смертью это ты взял насильно ее жизнь ты ее прекратил ты не дал жизнь ты прекратил ты никого в рай не послал ты убил это животное и вы не поверите когда такой слушал от проповедника у меня внутри все просто сворачивалась он оказывается это животное еще и служит ему и он его еще как соврать посылает я честно я чуть не опупел когда такой слушал я думал что я все уже слышал нет оказывается не все это проповедник христианство такой мне говорил оказывается убивать животных он посылает его в рай и это животное ему служит и выполняет свою миссию именно поэтому все начинается с малого господь хорошо их рассказал мысль верный в малом над ноги им будет поставить неверный в малом потеряет и то что думает иметь когда мы вдруг вы вспомните тот случай кто мои ролики смотрел по чтению писания когда никодим вот этот самый никодим уже не после после думать поздно горевать когда он пришел в 3 главе и она богослов и евангелий нам описано это событие беседовал с иисусом вспомните что говорит ему иисус все как только не извращают эту фразу и не могут достигнуть о чем иисус хотел никодиму сказать так бог возлюбил мир что отдал сына своего единородного добы всякий верующий в нем не погиб на имел жизнь вечную о чем иисус ему говорит это же никодим это же учитель израиля как он сам его назвал могут вспомни вспомни когда бог повелел аврааму принести своего сына в жертву потому что все человечество вокруг думала что богу это угодно и богу это нужно что бог кровопийца еще и человеческой крови помимо животных могут и вспомни как бог остановил это о чем иисус хотел сказать никодиму могут вспомни когда точно так же я вам отдам себя теперь я буду вам приносить эту жертву я отец он отец я я его сын когда бог возложит что ты должен сделать теперь вы станете судьями вы будете богами я пришел в немощи плоти я вам не отвечаю злом на зло я вас в бараний рог не скручиваю когда вы творите зло когда бог отец возложит меня на этот жертвенник что ты должен никодим сделать будешь ты будешь иметь власть ты пилат казнить меня или отпустить помиловать или распять что ты должен сделать ты должен будешь заступиться за меня отменить это это не к это иисус пытался донести никодим он же был учитель израилева они боготворили авраам и все его поступки он будет посмотри что бог сделал он не принял этой жертвы иисусу не нужно было умирать чтобы взять все грехи мира на себя каждый грешен в своем грехе и отвечает за свой грех и бог не будет никого судить не будет никого наказывать человек получит должное воздаяние в том что он делал живя на этой земле в этом теле добрый худой причем это будет естественное воздаяние это будет все это будет сущность его будущего тела духовного тела которую он получит воскресение мертвых неважно в первое ты верил в иисуса или во второе когда все воскресну ты получишь то кем ты являешься ты обличешься в то кем ты являешься сейчас мы можем благодаря этой одежке скрывать то чем мы являемся то то все это явится иисус уже тогда никодиму пытается его научить пытается его вразуме ты так вы теперь будете судьями вы будете богами надо мной бог отец бог сына принесет в жертву что ты сделаешь когда он положь когда отдаст он его вашу волю вы вольны сделать что ты сделаешь ты заступишься нет ты струсишь разве богу угодно это же жертва жертвой какой здравый человек принесет своего сына в жертву нет конечно когда павел говорит о том что крест христов безумие для эллинов и соблазн для уидеев он не говорит о том что это жертвоприношение бога отца бога сына безумие не не всеми понимаем он горит о том что крест христов такая любовь к врагам для всех безумие мы не способны на эту любовь и общаясь с проповедниками они мне все в голову пытаются вбить этот патриотизм убийство всех негодяев и так далее почему это все произошло потому что кто-то когда-то типа адама авеля но я и прочих пророков и праведников решили что у них есть право на убийство более того они еще это убийство извратили до того что это убийство угодно угодно богу это бог плохой а я хороший я все самое хорошее ты что себя зарезал зарежь то до себя если ты такой хороший зарежь то до себя себя принеси в жертву богу самое ценное что у тебя есть жизнь возьми этот нож и вонзи его себе в сердце почему-то убиваешь беззащитное животное кто тебе такое сказал кто адаму авелю но и уговорил убивать беззащитное животное возлагать его на огонь и приносить его в жертву кто это же безумие не было бы этого кто бы убил человека какой бы он нехорошим не был все начинается отсюда этим заканчивать поэтому человек способен докатиться до такого вы знаете они просто так все время об этом говорю если мы 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 жестоки и в нас нет любви даже к беззащитным существам а какой любви к врагам когда действительно есть люди как это говорят достойные в этой жизни смерти чтобы просто не топтать эту землю и не нести все большее зло поэтому во многих странах существуют и смертельные казни публичные не публичные то потому что человек уже эту жизнь которую мы должны всячески продолжать и расширять что делает он эти жизни забирает ну как мы станем лучше если мы до сих пор даже от этого мы даже это все в писаниях ветхого завета кто признает библию или другие священные писания типа там корана если вы даже это зло почему-то кто-то вам сказал потом кто-то это написал и назвал это хорошим бога помазал во всех грехах во всей крови мира и вы считаете что это добро кто вам это сказал разве бог в вашем сердце не обличает вас и не говорит вам что это зло что так делать нельзя что оставили нам это только ветхом завете для примера как нельзя делать а не как нужно делать что это никакая не святость что это никакой не добро и не хороший поступок это не хорошие поступки маленькое убийство беззащитного животного доходит до того что мы готовы убить имеем право принести какого-то человека в жертву пусть самого негодяя этого права ни у кого нету если мы так поступаем я говорю с животными с людьми которые ничего плохого не делают что говорить о грешниках настоящих вот так вот когда-то поступок одного человека может такую волну накатить все эти жертвоприношения никогда бог никого никакого человека о них не просил все что написано сейчас я говорю конечно же для тех кто исповедует библию там словом божьим или хоть какими-то там священными писаниями одумайтесь образумки не называйте горькой сладким и тьму светом и ложь правды это зло библию надо читать шиворот на выворот вы все перевернули это перевернули авторы конечно этих писаний у них всегда бог плохой этот первородный грех который мы видим в первой книге бытия благо его не извратили тыканье богу этим грехом написано все писания ветхого завета бог плохой человек хороший посмотрите на библию другими глазами там человек творит зло это что богу там все эти слова приписывают поступки что бог обонял приятное благоухание тысячи убитых животных это чушь собачья это мнение этого человека о том что мы все считают что бог как бог радовался когда спасал израиля из рук египтян точно так же он будет радоваться когда будет их уничтожать это же мнение жестокосердного человека и того автора такого же жестокосердного который все это писал и неразумного человека не познавшего истины истины не в этом истина в любви нам все это оставлено чтобы мы открытыми чистыми сердцами узрели это лишний раз оплаки оплакали это и поступали не так а прямо противоположно и так во всем абсолютно во всем это я взял самый сильный считаю самый такой мощный важный пример убийство человека в жертву принесли принесли его почему вот когда-то кто-то решил мы был почему-то дали себе право на прекращение чужой жизни животных любого любого уровня животного неважно хотят лягушку высших животных человеков праведников грешников прежде конечно же мы осудим его мы же не можем праведников жертв принести мы его по своим по своему сердцу осудим назовем грешником и убьем кто нам дал это право разве бог давал человеком право убивать друг друга не праведно и неправедно за грехи или добродетели нет это печально ну хочется мне чтоб кто-нибудь об этом задумался может быть что-то ваших сердцах изменится переменится всем пока пока